Есть такое географическое понятие среднегодовая температура. Это градусы в цифрах, которые, вот представьте, для любого года и для любой географической точки на планете Земля обязательно всегда предсказуемо состоятся. Она несложно высчитывается, но смысл в том, что если в ваших краях случился какой-то аномально тёплый сезон, ну вот, например, как у нас в этом году, аномально тёплая осень, вы можете, конечно, порадоваться, но будьте готовы к тому, что какой-то другой сезон и какие-то другие месяцы в этом же году обязательно будут аномально холодными. Я считаю, что для каждого из нас работает такое понятие среднегодовая температура жизни. И тепло, и холод могут очень по-разному распределяться по месяцам и по сезонам. Но то, что предсказано для вас звёздами, вашим соляром, то есть суммарный объём счастья, удачи, здоровья и любви, вот он обязательно состоится. И я предлагаю с таким настроением смотреть и воспринимать гадания на месяц. Если вам покажется, что карты обещают что-то не то, если предсказания карт совершенно не совпадают с вашими планами, если вам кажется, что месяц обещает быть грустным или пустым, вспоминайте всегда про среднегодовую температуру жизни. Это же повод порадоваться. Друзья, это значит, что следующий месяц, ну или, может быть, через один, станут необычайно-необычайно тёплыми, удачными, счастливыми. Милые, дорогие львы, это гадание на февраль 2023 года, как вы поняли. А вы знаете, что вашим знаком-антагонистом, вашим антиподом в зодиакальном круге является водолей. А февраль – это время водолея. В этот раз водолей не только Солнце, но ещё и Меркурий с 11 числа. Я даже подготовила вот такой вот культурный образ для этого месяца. Тореадор – это самый настоящий водолей. Задира, который бросает вызов всем и вся. Непосредственный, оригинально мыслящий, храбрый и очень-очень лояльный человек. Этот месяц, этот февраль нам действительно предстоит пережить в очень-очень водолейских энергиях. И для того, чтобы красиво в них вписаться и попасть, нужно знать, как правильно их использовать. Этот февраль очень подходит для того, чтобы бесконечно расширять знакомства свои. Но это скорее не дружеские контакты на почве, там, скажем, бытовой совместимости. Нет. Имеются в виду контакты идейные какие-то. То есть в этом феврале очень полезно присоединяться к разным человеческим сообществам, коллективам и группам. Вступать в группы в разных социальных сетях по интересам, естественно. Записываться в политические партии, общественные объединения, в какие-то благотворительные, может быть, союзы. 20-го числа планета любви Венера перейдет в знак Овна, тем самым открывая сезон жарких, страстных, впечатляющих и очень-очень коротких романов. Будьте готовы, вам это должно нравиться. Итак, три карты вам расскажут про работу. Раз, два, три. Три карты про деньги. Раз, два, три. Три карты про любовь. Раз, два, три. Ну и три карты про семью. Еще раз хорошенько перемешаю поводу. Настройтесь на гадание, задавайте картам свои собственные вопросы. Чтобы гадание было более личным, не таким общим. Раз, два и три. Это ваш дом. Сначала про работу. Есть туз. Это хорошо. То есть месяц в плане работы, профессии или бизнеса может оказаться подарочным. Какой-то подарочек вас ждет. Давайте разберемся, что это за подарок. Вот он, туз кубков. Действительно хорошая, счастливая карта. Много разных, очень благополучных свершений обещает эта карта. Подарки в основном обещает эмоционального свойства. Прошу не путать с материальными подарками. То есть туз кубков. Это, например, может быть такой очень-очень хороший, долгожданно хороший, идеальный коллектив на новой работе. Вы получаете. Выходите на новую работу. Вроде бы люди вокруг незнакомы, а душа поет. Вот так хорошо воспринимают. Счастье – это подарок, редкий подарок судьбы. Но вот такой подарок. И по тузу кубков можно еще и помириться. Например, если были не очень хорошие отношения с начальством или с коллегами, вы можете помириться. Ну, естественно, это самая главная карта про любовь в колоде Таро. Поэтому те самые замечательные служебные романы, они тоже вместе с этой картой приходят. Возможно, ваша судьба влюбится в симпатичного нового коллегу. Ну, или не в симпатичного, неважно. Это вы сами решаете там, как хотите. В любом случае, карта говорит, что самыми положительными, искренними эмоциями ваше сердце будет наполнено каждый день, когда вы идете на работу или открываете дверь своего кабинета, если у вас собственный бизнес. Девятка кубков тоже рядом. Она как бы этому тузу подпевает. Она говорит, что вы не только помиритесь с партнерами по бизнесу, но и даже какой-то корпоратив в этой связи затеет. Девятка кубков – это карта застолья. Она тоже говорит, что, по сути, месяц можете провести в праздниках. Не в трудах праведных, а в каких-то праздниках. И это карта эмоционального комфорта. Мне кажется, это очень хорошее предзнаменование для тех, кто выходит на новую работу. Пока мы не про деньги говорим и не про то, как далеко пойдет там ваша карьера, а мы говорим только о том, что вы оказываетесь в благополучной, доброжелательной среде. А это для львов исключительно, исключительно важно. А тройка мечей здесь немножко, может быть, портит картину, но она здесь более выпадает как совет. говорит, вам не нужно отвлекаться на старые печали. Чем меньше будете думать о прошлых неудачах в работе, в профессии, тем легче, прозрачнее ваш путь будет впереди. Далее, конечно же, деньги. С деньгами, может быть, все тоже хорошо, но беспокойно. Тоже туз. Посмотрите, вообще месяц интересный, потому что начинается расклад с тузов у львов. Какая-то крупная денежная возможность вас ждет. Денежные предложения. Предложения о новой зарплате, наверное, о каком-то бизнес-проекте, о каком-то сотрудничестве, все что угодно. Туз мечей торопит. Говорит, что предложение очень сезонное, такое горяченькое, и ждет скорейшего вашего одобрения. То есть вы должны быстро собраться, быстро согласиться и быстро понять, что это по-настоящему ваше. Не пропускайте шансы, смотрите в оба, слушайте. То есть туз мечей – это просто, знаете, такая потенциальная и очень оригинальная, такая умненькая возможность разбогатеть. То есть до вашего уха могут донестись какие-то новости об инвестициях, самых современных, каких-то актуальных, а значит самых прибыльных. В общем, старайтесь быстрее реагировать на финансовые свои новости. Рыцарь Жезлов здесь скорее портрет человека, который вам эту новость или это предложение несет. Этот человек может быть и рекрутерка какой-то, который, рекрутер, который вот это вам предлагает, эту должность. Это может быть и ваш новый начальник, или любой человек, который совместный бизнес вам предлагает. Это очень хорошая карта для тех, кто хочет поменять свою финансовую реальность. Много риска, но много и шансов, возможностей, надежды на удачу. Тройка Пентаклей. Здесь уже мы вплотную к масти подходим. Пентакли – это денежная масть. А тройка Пентаклей буквально называется «работа». И карта, как это ни странно, предлагает поработать над деньгами, над собственным финансовым статусом. Вы можете очень выгодно, правильно, долгосрочно вложиться в это время. Ну, если мы говорим про деньги, то это скорее не поработать, а заработать. То есть предложение вас ждет какое-то вот такое крупное о заработках. Ну, в разной форме это может быть, смотря, как вы зарабатывать привыкли. Очень хорошие возможности. Яркий месяц, который запомнится, но только если вы правильно на эти предложения отреагируете, чтобы потом не было сожалений. Теперь про любовь. Я думаю, что хоть еще и холодно, но февраль уже романтический месяц, и это ожидание преддверия новой весны, правда? И всем хочется любви и романтики. Для женщин-львов, в основном для женщин, карты колода предлагает портрет мужчины. Очень-очень достойного. Это император, который по-правильному называется самый лучший, самый доступный, достойный. доступный хотелось бы. Вы знаете, ну, оговорок не существует, да? Самый достойный мужчина для вас на данном этапе вашей жизни. Пожалуйста, не пропустите его. Такой вот парень месяца. Император. Часто этот человек действительно достойный в социальном смысле, имеет какую-то высокую должность, уважаемый, авторитетный человек, привлекательный для многих. И он оказывается вот рядом с вами или оказывается как-то причастным к вашей романтической судьбе. Карта часто обещает новое знакомство с очень-очень перспективным женихом. Мы не оцениваем какие-то другие его характеристики здесь, но мы только говорим, что этот человек, этот человек, с которым можно связать судьбу или хочется связать судьбу, он этого достоин. Рядом старший аркан. Кстати, три старших аркана. В любви у вас крупные такие массовые события, массовые перемены, которые разворачивают ход истории личной. Видите, карта влюбленной. Одного названия достаточно, чтобы понять, что карта это описывает пару и сильные взаимные чувства двух людей друг к другу. В пару. Видите, какой-то император просится к вам в пару. Ну, императору подходит только императрица, а ее здесь пока что нет. Поэтому старайтесь этот экзамен романтический, с честью тоже выдержать и пройти. Очень многообещающие карты для тех, кто одинок. Скажу я вам так. Очень многообещающие. И отношения, как правило, знаете, император, это карта с таким штампом серьезно. То есть это серьезные отношения, не просто взаимные чувства, но возможность их историю как-то продолжать. А дьявол здесь есть. Посмотрите, вот рассмотрите, как страшно. Карта нарисована. Да? Прям ужасно. И дьявол, я думаю, ну вот здесь достаточно невинное значение имеет. Он намекает на страсть. Большую страсть, которая между вами будет. То есть это, ну не просто вы встречаете человека и умом понимаете, что это достойная партия, но и очень глубоко, сильно влюбляетесь. Привязанность может быть какая-то такая фатальная, иногда болезненная. Вообще дьявол, знаете, описывает все негативное и, ну как бы, лишнее, так это считается, что сопровождает любовь. Вот так, например, достойный человек, прекрасные отношения, чувства взаимные, все хорошо. Но, например, дьявол ревность, да, дьявол взаимное недоверие. Дьявол, это страстность какая-то, может быть, чрезмерная, которая тоже отношениям препятствует. Тут все индивидуально. Некоторые пары вот эта страстность дьявольская очень крепко соединяет и соединяет долго, вот практически всю жизнь. А, ну, для каких-то, оказывается, губительны, выбирайте, что вам больше подходит. А теперь домашние дела. Ваш дом, недвижимость, ваши стены и ваша семья. Что мы здесь видим? Тоже перемены. Вот удивительно насыщенный месяц февраль для львов. Тоже перемены. Карта башни, которую все так избегают и боятся в гаданиях общих и персональных. Карта, конечно, разрушительная, но она обозначает дом строения, поэтому все-таки вот какая-то опасность вашему дому угрожает. Ну, я думаю, это немножко ну, какой-то опасность может быть эмоциональная более, потому что какие-то все равно ваши домашние институты или ваши домашние привязанности, ваши планы может быть связаны с родственниками, с квартирой, с домом, с любым объектом недвижимости. Какие-то ваши планы неустойчивые и могут разрушаться по разным причинам. Естественно, башня старший аркан описывает какие-то надчеловеческие силы и разные истории, в которых вы не выбираете. совет карты естественно очень внимательно относиться, ну, например, к документам, если вы оформляете сейчас какую-то сделку по недвижимости или очень внимательно относиться к намерениям ваших родственников, старших, младших, съехать, переехать, разъехаться или съехаться и так далее, потому что подвергается какому-то сомнению, какой-то переработке что-то вот такие, какие-то базовые вещи, связанные с домом, с семьей. А дальше у нас портреты. Выпадают два короля. Видите, король Жезлов и король Пентакли. Король Пентакли, скажу я вам, это часто в буквальном смысле муж, то есть это карта мужа в колоде Тару. Поэтому, если у вас таковое имеется, обращайте внимание на него, соответственно, вот эти вот, ну, скажем так, необычные или неожиданные события, это либо его инициатива, либо его касается, а король Жезлов это другой человек, это тот, который скорее оказывается причастным к вашим семейным делам извне. В общем, мы видим здесь двух мужчин, двух мужских, две мужские персоны, которые наломали дров, из-за которых или по инициативе которых у вас в привычных домашних каких-то семейных делах наступают вот такие вот большие перемены. Каждый из них не выглядит, ни один из них, да, не выглядит злодеем сам по себе, но вот именно из-за того, что их двое, а карты просто так, две карты одного порядка, одного статуса не выбрасывают, то есть именно из-за того, что их двое, у вас случаются переезд, смена дома, ну или какой-то принципи, какие-то принципиальные перестановки в составе семьи. Что ж, дорогие львы, я благодарю вас за то, что вы посмотрели этот прогноз карт до конца и надеюсь, что мы много раз еще увидимся.